Перед тем, как начать, хочу порекомендовать вам развивающийся канал MyGame, на котором вы найдёте интересные и увлекательные прохождения разных игр с живыми комментариями и хорошей подачей. Переходите по ссылке в описании, поддерживайте начинающих авторов. Всем привет, я Арстоцкий, а это Crusader Kings 3, и сегодня мы с вами начинаем новое прохождение за мусульман. Точнее, это первое прохождение за мусульман. Раньше в ЦК-2 я очень много играл за ребят отсюда, то есть язычники всякие, христиане и так далее. Но поскольку есть уже очень много прохождения из-за славян, из-за викингов, из-за англичан, я решил, что пора бы мне заняться тем, чем я ни разу не занимался на своём канале, а именно мы будем играть в этом регионе и играть будем за мусульман, а именно за ашаритов. Целью нашего прохождения будет, во-первых, создать королевство Персия, а во-вторых, создать персидскую империю. Но начнём мы с вами играть не за какого-то независимого правителя, а за вассала Сафаридов. Вот здесь у нас есть Марспан Махмуд, который правит в Германии из династии Бамидов, и именно за него мы и начнём. Кстати, здесь у нас изначально в игре есть конфликт какой-то Тахиридов и Сафаридов из истории, я не знаю, что это такое, потому что историю этого региона я как-то вообще не изучал, поэтому можете написать в комментариях, будет интересно прочитать, что это за война Тахиридов и Сафаридов, почему они друг с другом дерутся. Но, в общем-то, да, начнём мы замор с Пана Махмуда, и нашей первой целью, конечно же, будет добиться независимости, потому что только когда мы станем независимыми, мы сможем в полную силу действовать, воевать, развиваться и так далее. Здесь у нас, кстати, есть ещё Аббасиды, довольно-таки сильные, и в будущем нам с ними обязательно придётся столкнуться, но я надеюсь, что мы их победим, потому что без этого никак, без этого никак. Давайте начнём, выбираем Керман. Сразу же говорю, что я играю не на Айрон Мэне, потому что для таких прохождений долгих, то есть когда я записываю там до 10 серий, иногда бывают проблемы в некоторых сериях со звуком или что-то ещё, поэтому приходится перезаписывать серию, если бы я играл на Айрон Мэне, этого бы я не мог делать. Но опять же, вот эти загрузки и сохранения я сам не люблю, осуждаю, и никогда им не пользуюсь, даже если я играю вне записи, так что насчёт этого не переживайте, никаких хитростей с моей стороны не будет. В общем-то, давайте посмотрим на нашего правителя. У него уже есть супруга, это хорошо, есть один ребёнок. Супруга в целом неплохая, у него какие черты? Отвага, щедрость, гневливость и транжированные. Вообще, было бы лучше, если бы у нас был военный правитель, но управление тоже нормально. А, давайте уберем фокус на богатство и ежемесячный доход, чтобы у нас был. И вообще, в идеале нам надо будет взять вот эту вот ветку администратора, потому что меритократия позволяет нам претендовать на трон, это очень полезная вещь, особенно для нас в нашей ситуации. Сразу же мне надо взять не главных супруг, потому что у ашаритов есть такая возможность, можно сразу четыре жены иметь. По сути, это как наложницы у язычников, но, если я всё правильно понимаю, немного по-другому это всё работает, то есть это именно жены, просто есть первая жена, есть остальные. Так, о, Хабиба, интеллект, это мы берём сразу. Да, брать мы будем умных, сильных и красивых жен. Вот есть Амазонка, то есть Геракл, для мужчин. Это нам тоже пригодится. Желательно ещё бы гениально найти какую-нибудь даму. Сможем ли мы это сделать? Пока что гениальных я не вижу. Много понятливых, много с интеллектом, но гениальных нет. Ладно, возьмём ещё вот эту подругу, Пюник. Правда, у неё тут православие, но это мы исправим. Всё отлично, у меня есть четыре жены. И давайте вообще посмотрим на наш ашаризм, что у него тут есть. Во-первых, грехи это обжорство, жадность, прихоти и пьянство. Добродетель это сдержанность, щедрость и справедливость. Здесь есть такая штука, что если восстало будет греховным, то его можно осудить. То есть Сюзерн его может осудить, и он будет считаться преступником, и можно будет у него титулы отнимать и так далее. Так что нам с вами грешниками быть нельзя, потому что титулы наши могут отобрать. Борьба и подчинение, так понимаю, у католичества то же самое есть. То есть Великие Священные Войны добавляют нам набожности за Священные Войны, и можем делать паломничество. Плюс есть Джизия, это дополнительные налоги с владением другой конфессией, тоже очень полезная вещь. Но скорость пополнения с других конфессий у нас будет поменьше. И у нас есть глава религии, это, конечно же, халиф Алимутас из Аббасидов. Вообще, в идеале было бы в будущем занять этот титул и стать халифом, но я не знаю, получится у нас или нет. Но Персидскую империю мы точно сделаем со всеми этими красивыми границами обязательно. Так, у меня есть сын, кстати, надо сразу же с кем-то заключить альянс, я думаю. Холмс. Так, эти ребята далеко, но они тут самые сильные, давайте возьмем их. Это все мне пригодится. Так, во-первых, как дела у нашего Сюзерна? Как я уже говорил, у них тут идет война, вот. Война сафаридов и тахеридов. Не знаю, кто из них победит, но я никого лично поддерживать не хочу. Я хочу заниматься своими делами, потому что в будущем я все равно собираюсь взять независимость. Кстати, можем сразу же сделать фракцию независимости. Может быть, кто-то в нее вступит. И первым нашим врагом, мне кажется, будут вот эти ребята, Марспан Фарух. Потому что мне вот тут одно графство, надо бы его захватить, наверное. Плюс мы в будущем сможем сделать себя тут герцогсво целое. Поэтому вот этого чувака надо бы нам уничтожить, но мне нет казусбели, поэтому фабрикуем претензии. Так, культура у нас персидская, все как надо. Здесь, ага, здесь у нас другая религия, азраидская. Надо будет от нее избавиться обязательно. Но для начала мне нужны претензии. Надеюсь, наши жены будут очень быстро нам и очень много рожать. Вот уже моя первая жена забеременела, потому что нам понадобится очень много союзов. Без союзов будет тяжко. Так, моему сыну надо выбрать опекуна, он уйдет в военку, это хорошо. Пусть его моя жена воспитывает. Кстати, вот этой подруге надо бы религию сменить, но она не хочет. Ну ладно, ладно, хочешь быть православной, будешь православной. Я, в принципе, не против. Вот, лично родилась дочь, дадим ей хорошее персидское имя. Вот, например, Нур. Просто коротко и ясно, Нур. Так, претензии у нас уже почти готовы. Что у нас по армии? У нас тысяча человек есть, это очень много, вот этого сержана мы легко победим. Вместо того, чтобы улучшать мои отношения с соседями, это ничтожество канцлера признает претензии, которые Марспанфарас предъявляет на комитат Марспанцева владения БАМ. Кто такой Марспанфарас? Ага, это мой сосед, тоже из нашей страны, но надеюсь, он мне войну объявлять не будет. Так, а у нас здесь уже с вами готова претензия, поэтому мы можем начинать нашу первую войну и нападать на сержан. Кстати, здесь рыцарь называются Асварами, мне надо бы еще нанять ребят, и, кстати, придворный лекарь мне нужен. Так, отлично, все, собираемся и погнали воевать. Стоп, 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 сначала надо войну объявить. Претензии есть, все отлично. Погнали, ребята, первая война. Новая дочь у меня родилась, назовем ее Лейла. И да, надо сразу же новые альянсы делать. Сила союза. Эмир Иса из Мадинаидов. Ну, давай, давай с тобой, ты правда старый, и, скорее всего, не доживешь до взросления моей дочки, но, может быть, этот СИУС нам поможет. И еще вот чувак из Фарса. Кстати, с ним можно тоже подружиться. Он тут независимый, хотя я в будущем, наверное, с ним бы повоевал. Стоп, Тахириды захватили себе здесь вот эти провинции. Оу, окей, окей. Довольно-таки сильные ребята. Надеюсь, что наш Сюзерен сможет победить, и у нас все будет хорошо. Все дети плачут, но Лейла никак не может остановиться. Я отчаянно хочу, чтобы Победуха успокоила мои страхи, но я углю, мое лицо лишь еще больше пугает меня. Ваша дочь не набирает вес как положено, мы сделаем для нее все возможное. Господина, в конечном счете, ее жизнь в руках Аллаха. Ну, надеюсь, что наша дочь будет жить, и все у нее будет отлично. Так, меня призывают в войну? Конечно, конечно, мы присоединяемся. Что за война? Это война фарса. Ага, они нападают на Тахиридов. Серьезная война, кстати. Так, мы здесь победили, забираем себе это графство. Я хочу денег скопить, на самом деле, а не вот эти вот все войны, потому что я хочу сделать герцогство себе. Что насчет фракции? Опа, у нас появились новые участники во фракции Свободы. Сатрап Фарас из Джабаль Кувса. Ну, кстати, мы сможем добиться независимости, я думаю, но давайте пока что другими делами займемся. Поможем нашему союзнику так уж и быть. Очень редко я это делаю, вы знаете. Если смотрели прохождение за испанцев, на помощь я прихожу очень редко своим союзникам. Так, они меня осаждают. Не-не-не, ребята, вы зачем? А куда эти побежали? Давайте помогайте мне. О, их тут кто-то разбивает уже. Так, берем новое достоинство управления. Берем меритократию, конечно же. Я ни разу не пробовал это. Как мне презентовать на титул? Заявить право на трон? 74% давайте. Хотелось бы, конечно, стать независимым герцогом и так далее, но если мы сможем заявить право на трон и так захватить власть, это будет очень круто. Покачивая в руках ребенка, шейха Хабиба смотрит на меня. Ее лицо, на удивление, спокойно. Муж, я все думаю. Хотелось бы называть его Фарид. Мне всегда нравилось это имя. Ну да, Фарид неплохое имя. У него гигантизм. Оу. Это дает небольшой штраф к здоровью, но зато дает доблесть. Фарид так Фарид. Неплохое имя. Так, что у нас насчет этих происков? Могу ли я кого-то пригласить? Нет. Никто, наверное, не согласится. О, вот есть одна подруга. Подкупить за 50. Ну давайте, давайте. Хоть немного увеличим наши шансы. 90-95 нормальный. Через три года мы заявим права на трон его. И вместе с нашими союзниками будем пытаться его захватить. Я надеюсь, что все это произойдет не очень быстро. То есть я бы хотел прохождение хотя бы серии на 5-6. Но если мы сразу же в этой серии сможем себе королевство забрать, то будет, конечно, немного неловко. Но опять же, но это прохождение в любом случае будет тяжелым, скорее всего. Потому что создать целую империю, это непросто. И меня сейчас кажется уничтожат мою армию. Это такое себе, такое себе. Убежать мы здесь не сможем. Сейчас нас поймают и просто разнесут. А где мой союзник? Правильно, мой союзник здесь отшивается. А я по морде получаю. Ну ладно. Еще одна дочь у меня родилась. И значит, надо новые альянсы заключать. Хотя кандидатов уже здесь не так много на альянс. Со всеми сильными ребятами мы уже заключили. Ладно, потом сделаем это. Шах державы и сафарида должен иметь на своей стороне больше собратьев-вассалов, чем сейчас имеет шах Якуб. Если я хочу претендовать на этот титул, мне придется расстараться. Продемонстрировав, какую щедрость я буду проявлять как шах, я, возможно, заручусь несколькими союзниками. Так, сколько это золота? 75, нормально, это хорошо. 75 немного. Я прогуливаюсь между рыночными палатками во владении хибис с тяжелым кошелем на поясе. Как я воспользуюсь этими монетами? Когда я рассматриваю товары местного скульптора, шарицкие образы, прекрасные вложения. Ко мне вдруг подходит эмир и сам Маддинаиды. Небольшой совет, если позволите, мой господин, взгляните на мастерскую каменщика. Вон там, возможно, товар неизмысловат, но он укроет перед вами самые разные возможности. Так, 25 каменщику могу дать. Что я получаю? Благочестие, налоги. Здесь у нас время строительства, тоже налоги. Но тут побольше налогов. Да, я уже делал этот ивент за испанцев, но давайте возьмем второй вариант. Отлично. На 30 лет у нас плюс 20% налоги. Опять меня в какую-то войну призывает этот чувак. Надоел уже. Ладно, я распускаю свою армию. Пусть он дальше сам разбирается. Через 19 месяцев уже будет готова претензия на трон. Можем ли мы кого-то еще пригласить? Нет, не можем. Ну ладно. Надо контроль повышать в этом графстве. Плюс надо нашего священника, который называется здесь имам, отправлять на обращение провинции. Моя жена Шейха Хабиба проложила путь в мою жизнь сладкими речами и не менее сладкими прикосновениями. Поздно ночью я изо всех сил пытаюсь выбросить ее из головы. Наши таляющие чувства должны вот-вот вспыхнуть или угаснуть насовсем. Я хочу вечно гореть в этом пламени. Она станет моей любовницей, и мы возляжем на одном ложе. Хорошо. Когда я возвращаюсь в покой, который делит со мной Шейха Хабиба, меня встречает неожиданное, но приятное зрелище. На нашем ложе разложены морские ракушки, а Хабиба уже возлежит и тынственно улыбается. Наши руки, рты и тела вторят клятвам, которые помнят Аллах. Пусть язык плоти и звучит в них громче, чем подобает. Мы сочетались браком, а теперь соединились сердцами. Замечательно. Замечательно. Любовь в браке это самое главное, ребята, запомните. О, Лейла выздоровела, хорошо. Так, у меня есть узники, кстати, которых надо продать обязательно. Очень много причем. Деньги нам 100% пригодятся. Ох, как много. Много денег. Всех выкупаем. Отлично. 209 монет у нас есть. Герцог с тобой создать не смогу, да? Надо 250. Ну ладно. Давайте посмотрим, какие у нас вообще решения есть. Паломничество и есть хадж. А разве хадж это не то же самое, что паломничество? Ммм, видимо нет. А, я понял, все. Хадж это именно паломничество в Мекку. Долгое. Плюс оно еще дает разные бонусы и свойства еще получаю хадж. И есть еще отдельное паломничество. Паломничество можно выбрать, я так понимаю, на любое священное место, но я не могу, потому что я сейчас воюю. Окей. После многих трудов пора предоставить найденное мной доказательство того, что я являюсь законным наследником державы и сафаридов. Наследуя власть через давний династический брак. Встав у меня на пути, шах Якуб предстанет обычным узурпатором. Отлично. Из меня еще получится шах. 90% шанс на успех. Конечно, конечно. Такую возможность упускать нельзя, поэтому... Наконец-то. Ни у кого не остается сомнений в законности моих притязаний на державу и сафаридов. Хотя отдельные подробности давнего династического брака канули в бездну времени, нет причин сомневаться в его достоверности. Даже шах Якуб признает законность моих притязаний. Теперь меня ничто не остановит. Отлично. У нас теперь есть претензия на все это королевство, и мы можем создать фракцию, я так понимаю. Да, фракция в поддержку претендента. Все. У нас есть фракция. Отлично. Правда, я пока что никого не могу сюда позвать, но надеюсь, ребята сами в нее вступят. Плюс нам надо с вами в любом случае накопить силы. Желательно себе еще профессиональный полк взять, например, легкую пехоту, и еще лучников возьмем, то есть стрелков, чтобы армия у нас посильнее была. Так, еще один сын, назовем его Вахап. Отличное имя. Кстати, кстати, насчет детей, наследников и так далее. Во-первых, какое у нас наследование? Конфедеративное разделение. Это такое себе. Нам надо принять в будущем разделение, но он уже награниченный авторитет короны. Это второй. Сразу же его принимаем. И надо изучить наследное правление в культурных технологиях. Что оно сейчас изучается? А, сейчас у нас даже не ранее Средневековье, так что еще рано до этого. Но я думаю, королевства у нас все равно и будут разваливаться пока что. Потому что разваливаться-то и нечему. Вообще, наш Фьюзерен не такой уж и сильный, потому что у него всего 2000 солдат максимум. И мы его без проблем сможем победить, я думаю. Кто-то меня грабит или что? Нет, это не мои земли, мне это не волнует. Кстати, а могу я делать налеты? Нет, я налеты, к сожалению, делать не могу. Так, а давайте я себе еще пару провинций захватим. Вот у нас тут есть Армуз. Нет, Казазабелли, да? Надо сделать. Этому ребенку не суждено было родиться, хотя моя же наша эхопюник и уверяет меня, что это естественный порядок вещей. Но ее рука тянется к животу, она больше не беременна. Печально, печально. У меня уже очень много детей, 6 штук. О, кстати, на моей стороне какие-то крестьяне, видимо. Вот отсюда. Интересно. Но, правда, их вклад 0%. Так, нам надо с вами взять нашего советника тайного. В идеале вообще найти тайного советника получше. Давайте устроим брак. Угу, я никого не смогу тут найти полезного. Надо будет посмотреть, кстати, гайд по привлечению придворных. Я постоянно хочу и забываю, потому что это полезная вещь. Но, насколько я понимаю, это все делается с помощью браков придворных. Моя жена, кстати, снова не смогла родить. Странно как-то, странно. Еще одну дочь. Назовем ее Дарья. О, это персидское имя. Не знал. Ну ладно. Так, смотрите. К нам вступило еще два человека в нашу фракцию. Очень хорошо. Очень хорошо. Только у нас тут своя фракция. Теперь крестьянское восстание может быть через 9 месяцев. Но это не страшно. Я стал новым культурным идеологом персидской культуры. Что? Это хорошо, конечно, но я не ожидал. Давайте возьмем Казус Белли. Можно использовать Казус Белли отдельно до юреграфства. Да, это нам пригодится, я думаю. Но вообще нам надо дождаться просто 900-го года и перейти в раннее средневековье. Христианские паломники на Святой Земле страдают от всевозможных притеснений. Торговые пути кишут опасностями, чтобы защитить паломников и удержать Иерусалим за благочестивыми христианами. Его святейшество Папа Мартин соглашается благословить открытые вторжения объединенных христианских армий. Это может положить начало невиданному натиску христианских держав. Да, это, конечно, печально, но по идее нас это касаться особо не должно, потому что священные места христиан, они вообще находятся в другом месте. То есть, по сути, они только на Иерусалим могут нападать. Хотя вообще крестовые походы могут быть в любое место. Но опять же, до нас им дело не должно быть. Мы слишком далеко. Так, посмотрите, у нас Сюзерен теперь какой-то молодой человек, и мы можем его без проблем свергнуть. Что насчет сил нашей фракции? 206% у нас силы, конечно. Пришло время выдвигать требования. Это королевство будет моим. Как оно вообще называется? Из сафаридов. Вот не совсем мне нравятся вот эти названия династические. В ЦК-2 это можно было отключить, но здесь нельзя, и это меня немного путает. Я бы хотел, чтобы королевства назывались именно не династическими названиями. Думаю, вы понимаете, о чем я. Максимум вассалов. Невозможно управлять толпой графов. Успешные завоеватели должны операться на вассалов. Кстати, у меня ни разу этой штуки не было. То есть, мне даже подсказка вылезла. Стоп, я стал королем. Как-то это слишком неожиданно произошло. То есть, там вылез ивент, я его случайно скипнул, но там просто тот малой, который был у власти, сказал, что окей, я складываю свои полномочия, так сказать, и теперь ты будешь королем. Все? Да, немного неожиданно и спонтанно это произошло. Но, в общем-то, теперь у меня есть королевство. И это очень хорошо. Давайте посмотрим на наших вассалов. Поддерживают ли меня вообще? Нет. Не особо меня поддерживают сильные вассалы. Поэтому надо будет с ними отношения налаживать обязательно. Так, что насчет владений наших? Получается, у меня есть только вот эти провинции, которые у меня изначальные были. Насколько они развиты? Ну, в целом, нормально. Наша столица Керман развита. Десять развития здесь есть. То есть, пока что все неплохо. Сейчас нам с вами надо сфокусироваться на внутренних делах и улучшать отношения с вассалами. Плюс моим детям надо выбрать опекунов. Так, моя дочь. Ты, пожалуй, пойдешь в управление. Лейла пойдет у нас в интриги, да? Она хочет. Окей, интриги так интриги. Военку я тебе не буду давать. Смысла в этом нет. У нас предварение от никого. Ладно. Найдем других ребят. Что насчет фракций? Против меня фракций особо нет. Только за понижение авторитета и крестьянский сброд. Это не страшно. Я могу построить вам потрясающий пруд с карпами, если на то будет ваше желание, господин устроитель. Что стоит передо мной отличная репутация и мои придворные восторги от перспективы. Так, карпы. Сколько они стоят в этот раз? 50 всего лишь. Нормально. Можем взять карпов. Либо можем даже получше вариант взять за 20. Да, давайте попробуем. Отлично. Крестовый поход за титул Сирия. Католические правители, вдохновленные призывом, который кинул папа Мартин, начали собирать огромную армию фанатиков. Скоро начнется крестовый поход против всех, кого возмущает крест в земле Сирия. Все больше фанатиков собирается в могучее войско над, который меряет крест. Война идет в нашей земле. Мы можем лишь молиться и надеяться, что Аллах стойко встретит волну неверных. Так, крестовый поход на Сирию, да? Ну это на аббасидов они будут нападать. Наверное, к ним на помощь мы не пойдем. Потому что Сирия мне не нужна. И в целом я не вижу смысла там помогать особо. Мне надо со своими землями разбираться. Опа, крестьянское восстание. Отлично. Давайте подеремся. Мне надо сразу же, кстати, рыцарей получше найти. Точнее, Асваров. Хотя вроде бы нормальные, нормальные, да, сойдет. Для начала. Так, мне надо теперь вот что сделать. Мне надо менять конфессии здесь обязательно. Потому что теперь страна у нас побольше. Хотя у нас, кстати, идет дополнительный локс этих конфессий. Чах или простолюдин, богач или бедняк. Все это не важно, мы все смертны. Мне напомнили об этом утренний приступ кашля и тупая боль в голове и горле. Похоже, вы простудились, господин, я знаю подходящее лекарство. Ну давай, не делай ничего сверх необходимого. Фарва предлагает мне прозрачную микстуру в позолоченном сосуде. Мне уже доводилось пробовать подобные снадобья и начинаю пить с опаской. Но вскоре понимаю, что у жидкости нет ни запаха, ни вкуса. На мои расспросы об ингредиентах Фарва отвечает, что хранит рецепт в тайне. Загадочное изделие ничуть не улучшает мое состояние. На самом деле, я чувствую себя даже хуже. Что? Предатель заслуживает смерти. О, мы можем ее убить. Либо в темницу бросить. Но она меня не смогла вылечить, к сожалению. Поэтому мы ее казним, конечно. Предатель заслуживает смерти. Все. Мне теперь нужен новый лекарь, правда. Но зато теперь все лекари в нашей стране будут знать, что лучше выполнять свою работу качественно. Потому что потом поплатиться можно за свои косяки. Но я надеюсь, что мы сможем вылечиться. Слабое состояние у нас. О, все, я вылечился. Отлично. Так, смотрите. Нам с вами надо забрать вот эту провинцию. И еще здесь есть одна провинция для будущей нашей Персидской империи. Поэтому надо напасть на Хаур. О, священную войну можем убивить. Хотя можно завоевание графства сделать. Что полезнее будет? Потратили благочестие или престиж? Наверное, благочестие, потому что престиж мне потом пригодится для вторжения в королевство. Если я вообще успею его сделать. Погнали. Эта война быстро пройдет. Что насчет нашей династии? Она растет. Девять живых членов? Хорошо. Династия растет. Вот наш девиз это «Славься Бог и любовь, дар твой». Прекрасно. Прекрасно звучит. Забираем себе Хаур. Я думаю, что в будущем мы с вами обязательно поучаствуем либо в крестовом походе, либо в священном джихаде. Но пока что наша цель это Персидская империя и захват всех вот этих земель. С католиками мы по сути пока что никак не контактируем. Только аббасиды, которые сейчас будут воевать против них. Но до нас это пока дело не доходит. Вот этот фарс надо будет завасалить, кстати. И у меня есть претензии. А, но они не такие большие. Смотрите, что меня интересует. Я не помню, где эта штука. По-моему, здесь. Или в военке. Сейчас я найду. А, вот навязанный вассалитет. Это в дипломатии. Блин, но у меня не дипломатия. Очень жаль. Потому что навязанный вассалитет мне бы очень сильно пригодился. Так, еще здесь есть независимый дермишан. Его надо тоже захватить. Стоп, я в прошлый раз завоевание делал. Надо было сделать священную войну. Так, погнали. Надо быстро съесть всех мелких ребят, которые тут есть. Чтобы с ними в будущем проблем не было. Кабулистан, кстати, она будет еще завоевать потом. Так, мой первый сын вырос, наконец-то. Наконец-то он стал великолепным, блестящим стратегом. Очень хорошо. Такой наследник мне нужен обязательно. Нужда в графстве. Во владении мразопанства, во владениях Хаур настали тяжелые времена. Все больше людей сообщают об отчаянном положении дел в этих землях. А крестьяне начинают шепотом обсуждать другие возможности. Лично заняться проблемами. Дотошное управление, народное мнение плюс 30, нормально. Хоть мы и получим немного стресса с себя. Так, отлично, еще плюс графство. Только его надо кому-то отдать. Стоп, у меня еще какая-то война. Священная война за Хаур. Не понял. Вот эти ребята, да? Ну ладно, видимо, опять мне какая-то война передалась. Так, что мне лучше оставить себе, Хаур или Дермишан? Здесь три развития. Здесь семь, да. Ну, конечно, Дермишан лучше кому-то отдать. Сейчас мы этих ребят победим. И думаю, нам надо с вами сходить в Мекку. Совершить хадж. Мои соглядаты и рассказали, что в местной таверне устроил дебошник и охотник. Он сорит деньгами и во весь голос рассказывает об отличной сделке, которую заключил он и благородная госпожа в имчугах и шелке. Становится ясно, что он нарисовал карту местности для некой знатной дамы. Шпионы полагают, что эта госпожа должна быть плетет интриги против меня или кого-то из моих подданных. Спасибо, что донесли это до моего сведения. На стороже? Окей, сопротивление происком плюс восемь. Давайте возьмем, либо можем посадить этого чувака. Я все равно буду на стороже. А, ну, наверное, лучше вот так сделать. Я его еще в тюрьму закину. Все, сиди в тюрьме. Ой, его можно выкупить за десять. Приветствую, Шах Махмуд из Бамидов. Твой вассал Сатрап Фараз совершил убийство в бесчестном бою. Жертва мой сын Райт Ханжи. Я требую ответа за столь вопиющее неуважение. Кто это такой? Дибул. Эээ, ты меня особо-то и не интересуешь. Кто такой Фараз вообще? Мой вассал. Да, мы его поддержим. Мои вассалы меня интересуют больше, чем вот эти чуваки. Эээ, куда они бегут? Ладно, пойдем просто к ним в землю. Новая дочь, отлично. Все, с ними разобрались. Окей, давайте совершим хадж в Мекку. Сколько это стоит? 100. Нормально, нормально, погнали. Пришло мое время паломничества в Мекку. Таков мой долг, и Аллах увидит мою преданность. Я жду этого всю жизнь. Я готовлюсь к дальней дороге, зная, что она будет безопасной. Аллах защитит меня. Неважно, сколь долго меня не будет, державе придется подождать, ведь меня призывает Бог. Пора в дорогу. У меня будет страшная суматоха, я вмиг понимаю, что происходит. На лагере напали, разбойники облепили повозку, и стражи остаются лишь изо всех сил защищаться. Так, где мой меч? 54% шанс на успех. Ну давайте попробуем. Я тебя победил. Основу фехтования еще получил. Доблесть плюс 3. Сопротивление болезням маленький бонус, нормально. Мой долгий путь окончен, и вот я в Мекке готовлюсь совершить хадж. 7 раз обойти вокруг Абы, на каждом круге коснувшись черного камня, помолиться на месте Авраамовым, выпить воды из колодца Замзам, 7-кратно пройти меж холмами Сафа и Маруа, и принести жертву, да восславится Аллах. Меня ждет следующий обряд обрезания волос. Традиционно мужчины забревают их полностью, но иногда позволяет изобретить лишь часть, а женщинам достаточно срезать лишь локон. Так, ну мы, конечно, все сбреем. Получу модификатор Халк. Круто. Благочестие плюс 5 в месяц. Общая конфессия плюс 5, отлично. О, класс. Близится окончание хаджа этого года, после двух дней рами Аль-Джамарата, побивания дьявола камнями. Я готовлюсь к последнему обряду, давав Аль-Вадаа и прощанию с Меккой. Да увижу я стены твои вновь. Отлично. Я получил свойство хадж. Мы совершили хадж в Мекку. Теперь благочестие будет очень быстро расти, это полезная вещь. Окей, а на этом, я думаю, можем закончить нашу первую серию прохождения за мусульман, в которой мы будем создавать Персию. Конечно, очень быстро и неожиданно я стал королем. Я думал, мы сделаем это, может быть, к следующей серии, но уже все случилось в первой серии, поэтому пока что все идет как надо, но, опять же, дорога нам еще предстоит долгая. Для создания империи нам придется очень много воевать, очень много захватывать. И, скорее всего, если мы слишком быстро создадим Персидскую империю, то на этом мы не остановимся и, возможно, еще здесь что-нибудь позахватываем. Плюс обязательно надо будет устроить какой-нибудь священный поход, то есть джихад. И я надеюсь, что это прохождение вам понравится. Если эта серия вам понравилась, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на канал, если вы до сих пор не подписаны, и пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой серии. Вступайте в группу ВК, вступайте в Дискорд-сервер. В следующей серии мы с вами, наверное, будем воевать с Тахиридами, с Фарсом, вот этих всех ребят захватывать. Не знаю, сможем ли мы за одну серию все вот это захватить, но я постараюсь. Плюс у нас есть Казус Белли на вторжение в Королевство, которое мы обязательно воспользуемся рано или поздно. Так что должно быть весело и должно быть много войн. Надо будет еще Кабулистан захватить, здесь еще провинции нам надо забрать. В общем-то да, будет весело. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok